Всем привет! Предлагаю приготовить вкусный домашний тортик. Это двухцветный торт, готовится легко и быстро. Тесто для коржей готовится на основе сгущенного молока, поэтому они получаются очень нежными. Украсить такой тортик и дополнить любое чаепитие, как за праздничным столом, так и в семейном кругу. Соединяем 100 грамм растопленного сливочного масла и охлажденного до комнатной температуры с двумя яйцами, взбиваем. Добавляем сгущенное молоко, 380 грамм и продолжаем взбивать. В отдельной емкости соединяем 1 стакан муки и 1 чайную ложку разрыхлителя, перемешиваем. Постепенно вводим муку в тесто и быстрыми круговыми движениями перемешиваем лопаточкой. Делим тесто на 2 равные части. В одну из частей добавляем 1 столовую ложку какао и также перемешиваем. Берем разъемную форму для выпечки. У меня форма 2 см в диаметре и выливаем туда 1 часть теста. Форму я простелила пекарской бумагой. Равняем тесто и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов запекаться на 15 минут. Готовность проверяем спичкой либо зубочисткой. Вынимаем готовый корж из формы и даем полностью остыть. То же самое делаем со второй частью теста. Также отправляем запекаться на 15 минут. Займемся кремом. Для этого холодную сметану 20 процентную 700 грамм соединим со 100 граммами сахарной пудры и взбиваем 2-3 минуты. С уже остывших коржей аккуратно по кругу срезаем самый краешек коржа. Далее аккуратно разрезаем коржи вдоль пополам. Обрезки крошим в миску. Они очень легко крошатся пальцами. Кладем одну часть коржа белого на блюда для торта и обильно смазываем кремом. Сверху кладем коричневую половинку коржа, также смазываем. Сверху и по бокам обсыпаем торт крошкой. Отправляем наш торт в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь. Перед подачей рекомендую за полчаса достать торт из холода, согревшись он станет вкуснее. Вот такой вкусный, аппетитный домашний тортик у нас получился. Всем приятного аппетита и отличного настроения! До скорых встреч! Пока-пока!